Мы с вами находимся в музее боевой славы воинов-суберяков. И сегодня я хотел рассказать об особенностях службы вступопутных войсках Российской Федерации, которые прямым своим традиционным ходом имеют давние боевые заслуги и традиции со времен Первой русской армии, которая формировалась начиная с 17 века. Сразу скажу, что ни один музей нашей страны не может отобразить всю полноту жизни и деятельности современной армии. Это просто невозможно. Но кое-что, конечно, есть и в нашем музее. Прежде всего необходимо сказать, что основу боевой мощи современной российской армии составляют воздушно-космические силы, в состав которых входят и авиация, и связь, радиотехнические войска, воздушно-десантные войска, масса других частей и подразделений. Вооружены современными средствами, которых мы в нашем музее, к сожалению, можем показать только на картинках. Вместе с тем, надо иметь в виду, что за последние 15-20 лет российская армия вооружена новейшими системами воздушно-космических сил, основанных на новых физических принципах действия вещества, которые во многих армиях мира не только не имеют, но даже и не помышляют. И в этом смысле наша российская армия находится в первых рядах. Что важно для мотосилковых войск? Конечно, это пехота. Мотосилковые части вооружены и техникой, и оружием, по последнему слову техники. Начинали с батарееров на колесах, перешли на БМП, и которые и плавают, и можно сбрасывать из самолетов. Ну а внутри находится полноценный экипаж, вооруженный. Чем? Это, безусловно, и автомат Калашникова, и пулемет Калашникова, и поступившие лет 30 назад на вооружение, противотанковое вооружение. Ручные противотанковые гранатометы. Здесь несколько элементов, несколько видов, начиная от последних и кончая первыми, мы демонстрируем. Офицеры вооружаются у нас пистолетом Макаровым. Есть новые пистолеты? Есть. Но, к сожалению, в музее их нет. Но в части поступают такие пистолеты. Это пистолеты Ярыгина. Что хотелось бы вам, дорогие мои, еще сказать? Давно мечтали о том, чтобы можно было воевать. Не только на суше, но и под водой. И появляется специальный пистолет-пулевет, стреляющий под водой. Дальность их бы невелика. Но это и не беда, потому что под водой далеко и не видно. 10-40 метров пронзает стрела противника. И этого вполне достаточно. Кроме того, на вооружении супропутных войск находятся и средства связи. Давайте обратим внимание. У нас представлено то, что было во время, сразу после войны и поступало на вооружение. Это и проводная связь. Она обязательно должна существовать. Проводная связь. Потому что должен быть секретный вариант, когда идет сосредоточение войск на определенных участках. И противник не должен пеленговать. Слушаем, о чем говорят наши командиры. И радиостанции. Несмотря на то, что радиостанции не новые, но в принципе действия их тот же самый. Если раньше радиостанция была одна на роту, то сейчас при особых условиях имеет связь каждый командир, каждый офицер. И может распоряжение отдавать непосредственно своим подразделениям. Кроме того, есть и инженерные войска. Очень хорошо в последнее время мы их демонстрировали на учениях. Обратите внимание. Противопехотные и осколочные мины, противотанковые мины, они как существовали, так и сейчас существуют. Ну, например, совсем недавно, в 2017 году, одному из офицеров, подполковнику Емельянову, выпускнику нашего Новосибирского командного училища, было присвоено звание Героя Российской Федерации. Он и 16 его товарищей на территории Сирии держали круговую оборону. Более 300 душманов в течение двух суток атаковали позиции наших российских военнослужащих. Ночью они сумели выбраться и на 300-500 метров осуществить минирование. Вот этими самыми минами, которые, вот как видите, еще в ходу. И когда утром душманы пошли в атаку, то оказалось, что техника боевиков взрывается. Они потеряли несколько единиц техники. Это резко ослазило их наступательный пыл, и они прекратили наступление. Ну и хотелось бы, конечно, погадать вот эту противопехотную осколочную мину МОН-90. Тысячи осколков разлетаются в разные стороны на дальность до 60-90 метров, поражая все на своем пути. Они прячутся, эти мины, для того, чтобы были малозаметны, но, тем не менее, да, используются очень активно. Сухопутные войска составляют основную часть вооруженных сил страны. И это понятно. До тех пор, пока на территории вероятного противника не ступит нога солдата или сержанта, война не выиграна. Мы сколько угодно можем поражать территорию противника с помощью самолетов, ракет, но до тех пор, пока не пришли конкретные военнослужащие и не возгрузили свое победное знамя, война не выиграна. И это основная особенность сухопутных войск. Субтитры создавал DimaTorzok